Ну что ж, друзья, невероятная, невероятная история случилась. Во-первых, то, что у меня, возможно, вы услышите какой-то шум посторонний. Это у меня открыто окно, зимой жарко. Зимой настолько жарко, что пришлось открыть окно. Птички поют, я не знаю, бабочки летают, всё сверкает. А у нас тут, между прочим, пушки стреляют. И сегодня будет вот эта пушка, и вот эта пушка, и вот эта пушка, и вот эта пушка. И всё это откуда? Конечно же, из нашего любимого фикс-прайса. Вначале начнём с разминочки, с того, что, может, кто-то забыл, подзабыл. И я подобные уже показывал в штуке. Это пушка, фикс-прайс, фикс-прайс, пушки, пушкин, фикс-прайсшкин. Вот, и я его показывал. Но благодаря вашим лайкам, что поддерживаете мой канал, даже в этот сложный период, когда баги Ютуба заполонили всё вокруг, и мои видосы не выдаются в рекомендациях и так далее, вы все знаете наверняка, и только ваши лайки помогают. Благодаря этому я сделал для вас ещё раз обзор этой пушки, чтобы показать, напомнить и себе, и вам я просто забыл уже, на самом деле. Ну вот, может, она улучшилась за это время, потому что она стоит 199 рублей, и продаётся в фикс-прайсе за 100. Называется помповое ружьё со снарядами. Play the game. Мне до сих пор, я удивляюсь, 7 лет я веду канал. Миллионы, миллиарды, триллиарды просмотров на всяких видосов по фикс-прайс за 7 лет набрались. И, ну, это украденный логотип от истории игрушек был ещё 8 лет назад, когда ещё я не вёл канал. Вот, а уже они украли этот логотип из истории игрушек, и это просто play the game, это по заказу фикс-прайса делает, то есть play the game это и есть фикс-прайс, потому что это просто назвались по-другому. Вот, просто в фикс-прайсе не может называться, а у них бренд игрушек play the game. Но есть ещё и другие. Ну вот, сейчас уже. Итак, ладно, вы с этим разобрались. Это логотип в истории игрушек. Просто многие удивляются, и я такой, come on, вы что? Сегодня родились, потом смотрю, сколько лет моему каналу, и думаю, да, возможно, есть зрители, которые сегодня родились. Вот, так, открываем эту пушку и смотрим, насколько же она похожа на хлопушку. Здесь есть такие мягкие шарики, они очень мягкие, и очень шарики, как вы понимаете. И здесь есть мусор, больше ничего нет. И здесь, возможно, сама эта пушка мусор, есть такое предположение тоже. И вот она так выглядит, вакуумный увеличитель стрельбы. У нас сейчас здесь пушка, которая накачивается вот так и вот так вот выкачивается, имеет огромную рукоятку здесь, огромную рукоятку здесь, и мы должны оттянуть её, растянуть и втянуть. И вот так это произойдёт, это всё. Произойдёт так, сзади вот это всё, какая-то имитация, ну что это как бы базука, базюка. Шарик, шариков один, два, три, четыре, пять, шесть, это я не пародирую никого. Это граф Дракула из... Опять я слишком старый для зрителей моего канала, потому что это улица Сезам. И там был вампир, который считал именно так. И даже когда шла улица Сезам, я был уже слишком старый, чтобы её смотреть. Ну просто это мемасный чёл был. И тогда были мемасы, когда я был старый. Короче, всё, отстаньте. Ладно, погнали дальше. Ставь лайк, если знаешь, какой вампир из улицы Сезам. Ставь один лайк, можешь два, три, с четырёх аккаунтов. Крамлиботы кратут мои лайки, а мы ставим лайки, три лайка с трёх аккаунтов. Ну вот. Давайте посчитаем, сколько здесь этих шариков, это мы уже посчитали. Здесь резиновая такая штучка, которая позволяет шарику, видимо, там вот оставаться. Смотрите, я сейчас вот один шарик там разместил, и он там катается внутри. А может и не было у меня такой пушки. Мы шарик пригоняем воздухом вот сюда. Он у нас такой пипирочкой выпирает, такой бугорочком. О, Пенни будет радостно сейчас в шарики играть. Она люда, я знаю, ты любишь. Она нёрф обычно эти стрелы носит. Все кошки разные, кому чё надо? Так, главное не попасть в кошку. Теперь и, 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 и. Ну беги, чё, доставай. Нет? Ты не поняла, чё произошло? Давайте ещё раз. И, 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 и. И, оу, выстреливает довольно, кстати, мощно. Сейчас я вам покажу. Но её бы не прикалывать. Она говорит, это не стрелы нёрф. Типа, ну, тогда неинтересно. Неинтересненько. А давайте несколько шариков. Шарики выстреливают классно. Единственная проблема этих шариков, что они будут быстро пачкаться и довольно сильно теряться. И так. И. О, всё, пошла жара. Бам. Бам. В качестве войнушки, конечно, это такое себе. Но в качестве развлекушки не такое себе. Не такое же плохое. Пластик, конечно, дешёвенький и фиговенький. Вот, и мы видим же какие-то тут растянувшиеся. И что это, пыль или что это? Что это? Пороховые следы. Ну, в общем, за 200 рублей вот такая вот штука. Помпа. Я иногда бы видел дороже эти вещицы. Давайте посмотрим сейчас что-то поистине крутое. Следом прямо вот так. Хоба. А это у нас вот такая новиночка. Игрушка-снайпер. Вот этого точно не было. И. Открываем сейчас её. Она стоит тоже 200 рублей. И я тоже раньше показывал, какие-то такие штуки были довольно дорогие. За 1000 рублей, за 700 рублей. А тут 200 рублей. Плей-зэ-гейм снайпер. Внутри мишень. Пистолет. Они их разных цветов. Есть жёлтый, красный. Жалко, я не нашёл чёрный пистолет. Работает от трёх батареек. И видите, при попадании в цель... Услышишь одобряющие аплодисменты. Одобряющие аплодисменты. Понимаете? Они уточнили, что аплодисменты могут быть разные. А вы услышите одобряющие аплодисменты. Но возможно здесь есть ещё как бы удручающие эксперименты. Эти аплодисменты. Возможно есть саркастические эксперименты. Экскременты. Господи, эти аплодисменты. Возможно здесь есть ну такие как бы посредственные. И... А нет, здесь нужно много батарейки. Туда и сюда нужны батарейки. И что же мы видим? Супер-супер. Дезерт игл. Такого маленького размера я никогда не видел. Но для ребёнка нормально. Слышите? Есть кнопочка. Есть возможно даже динамик. Возможно бутафория. Не знаю, посмотрим. Есть подозрение, что может он даже и светиться будет. Вот такой. И... Ну правда здесь совсем всё примитивно. Я показывал более прикольную, которая крутилась там как-то. А здесь просто у нас есть мишень. А нет, тут смотрите. Разные зоны. Вот. Такая-такая. Три у нас зоны, куда можно видимо попасть. Или они все будут вместе светиться. Мы посмотрим. Ну сделаны конечно супер-дёшево. Однако что, стоит? Да. Ещё можно даже повесить её, как видите, на крючочек. 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 Он офф. Берём, значит, отвинчиваем отверточкой нашу штуковинку. Берём батарейки, где бы они ни были. Надо три аж штуки сюда. Вот в этих китайских, конечно, игрушках, которые не умеют настроить нормально работу своей этой системы энергетической. Нет никаких, естественно, никаких сложных тут всяких устройств. Поэтому используется так много батареек и так быстро они высаживаются. Так. И сюда сколько надо батареек? Две, по-моему, сюда, да, нужно? Именно поэтому они... Потому что нету никаких... Никаких примочек. Никаких примочек. Никаких штучек, дрючек. Ничего нету. Ничего нету. Такая жизнь. Есть две батарейки, которые нужно вставить сюда. И возьмём две батарейки. Одну, причём, возьму фикс-прайсовскую для красоты. Не очень правильно это, но... Потому что в нормальные игрушки нужно батарейки эти вставлять, а фикс-прайсовские фикс-прайсовские. Итак, ну-ка нажмём. О, смотрите. Чудо. Он, во-первых, уже прикольная игрушка. Короче, пистолет, который издаёт звук при нажатии и светится. И вот мы видим инфракрасный здесь вот какой-то, видимо, фонарик. Который ультрафиолетовый. Ещё прикольно, что он не издаёт никакой мелодии, ничего. Просто может как даже пистолет-автомат работать. И пистолет-пулемёт. И пистолет-водомёт. Итак, включаем нашу штуковинку. И видите, она просто работает. Ну, как бы включилась, ничего не произошло. А теперь стреляем сюда. Нет. Нет. Стреляем в неё. Нет. А чё? А куда? А чё у нас не сработало? Он? Оф. Батарейки вставил. Всё работает. Может, всё-таки что-то здесь пошло не так? Батарейки давайте ещё раз проверим. Так. Вставил. 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 Батарейки идеальные. Я только что проверял их буквально перед выпуском. Специально, чтобы тут лежали рабочие батарейки. Итак. И может быть, просто я не попадаю. Может, слишком далеко. Или слишком близко надо. Куда надо попадать? Я чё-то не понял. Не понял. Попадание в цель услышишь одобряющие аплодисменты. Где? Вам не кажется, что мы сейчас напрасное время проводим? Чё, это выкинутые 200 рублей просто, да? Ну, хорошо. Может быть, они перепутали он и офф. Отстой какой! Короче, эта штука не работает. Ну, возможно, её нужно разобрать и починить. Но, камон, как бы брать игрушку, чтобы изначально её разбирать и чинить. Такое себе удовольствие. Вообще никакое. Я бы, если честно сказал. Не хотел бы это делать ни в каком виде. Ну, зато посмотрим устройство этого всего дела. У нас же здесь, да, серьёзный... Серьёзный выпуск. Не достаёт тут немножечко. Так. Заодно узнаем сейчас всё, что скрыто, увидим. Так быстрее. Все эти выпендрёжи с этими... Не хватает мощи, чтобы настолько хорошо работать. Кстати, это если у вас прям очень много винтиков. Очень много винтиков. Очень много шпунтиков. Батарейки вынимаем. Всё вынимаем. Все видимости, вообще всё вынимаем. Видимо, что-то ещё не докрутил, да? Здесь... Ну, винтики, шпунтики. Ладно. Чё она не разбирается-то? Ну, чё она не разбирается, друзья мои? Я же не буду отдельный ролик про починку этой фигни снимать. Или просто про разбор её. Поэтому разбираем... Всё, починял. Разбираем вот так, как есть. Разбираем, как есть. Ага. Вот у нас такая система здесь. Ниппель. И что же в ней могло не заработать? Что же здесь могло пойти не так? Я просто... Недоумеваю. Недоумеваю. Давайте ещё раз ставим батарейки. Ну, да, мы, конечно, очень тратим ваше и моё время на абсолютно бесполезную фигню. В попытках... Может, у этого не работает? Ну, лампочка-то вроде мигает. Что пошло не так? Объясните мне. Что здесь могло пойти не туда? Никуда. Конденсатор, далее. Что? Всё вроде... Вот здесь вот странная история. Эта фигня не работает. Короче, это испорченная вещь. Просто пистолетик. Ну, пистолетик тоже, смотрите. Всё проламывается. Если бы он был ещё с этой рабочей функцией... Понятно, что у кого-то работает. Но вот в этом весь фикс-прайс, что у кого-то работает. У кого-то не работает. Расстройство, конечно, ну, это же для детей. Игрушка и так далее. Все вот говорят, ну, типа, мы покупаем дешёвые игрушки, чтобы не расстраивать ребёнка. А вы разве не расстраиваете ребёнка, покупая дешёвые игрушки, которые не работают или быстро ломаются? Типа, все минутная и секундная радость как бы обеспечивает, ну, как бы, вас полностью устраивает, удовлетворяет и, типа, ну, и фиг с ним, с ребёнком, как бы. Сейчас он рад, а что потом будет? А то, что он будет играть с кучей мусора или того, что будет знать, что вы не разбираетесь в игрушках, и вы не знаете, что ему нормальное дарить, и вообще от вас хорошего ничего не ждать, и вы там готовы. Он же не понимает, что, например, вы, может, не можете себе купить, а вдруг вы можете себе что-то купить, там, смартфон, телефон, а ему покупаете это. Ну, я не знаю, ребята, ну, вот как бы надо давать себе отчёт. Либо в фикс прайсе покупают взрослые, либо, ну, совсем кто-то по незнанию, либо дети на свои карманные бабки, а вот в подарки просто, ну, покупать такие вещи, типа, показывая, что вот это, смотрите, какой добренький. Это так не идёт, не работает. Но, возможно, работает другая вещица, вот такая вот. Ну, я всегда говорю, что в подарке фикс прайс плохая идея. Некоторые это делают, покупают зачастую, ну, то есть, там, просто, наверное, 10% из того, что я показывал, можно в подарке. Так что старайтесь лучше, если дешёвенькую, но качественную игрушку, если маленькую, недорогую качественную игрушку, или за 200 рублей подарите творческий набор, купите за 200 рублей краски и холст, нарисуйте картину своими руками, я не знаю, что-нибудь такое. Сделайте, может быть, сами аппликацию, или с ребёнком купите какую-нибудь ему развивающую игру, или настолку, или какую-нибудь, которая стоит тоже, там, 100-200 рублей, и настольная игра, или книжку-игрушку, что-то такое, есть вариантов куча, смотрите канал, я рассказываю и в том числе о таких игрушках. Ладно, хорошие лекции, тем более, что у каждого своя глава на плечах, и для этого вы смотрите ролики и решаете, надо оно вам или нет. Например, надо ли вам, тоже, по-моему, за 200 рублей, да, ракета, игровой набор, а не сто ли он стоил, вот сложно, чек, чек я утилизировал, да. Игровой набор ракеты. Ну, это тоже пушки, стреляющие пушки, ловушки, хлопушки, и это целые ракеты, и целых две, господи, как всё шумно, целых две ракеты, зажми курок пистолета, стреляй, зажми рукой, надень ракету на стержень, придерживая ракету, отпусти курок, он должен зажать основание ракеты, и такой чувак, я не понял, что надо это делать. Короче, сейчас разберёмся. У нас есть вот такой, о боже, вот это пластик, но прикольной формы, но пластик очень дешёвый, как и дешёвая пружина, как и, возможно, сейчас я буду, если её тестировать, то она отломается, и палочка эта шатается во все стороны. Есть также такие из мягкого поролона вздутого, ну, типа, как нёрф практически, стрелы, ну, вот, безопасные, то есть, если они в глаз, вот, не воткнётся, но выбьет, ну, если сильно стрелять, я не знаю. Вот такая, оклеенная тоже поролоном, вот такая вот штуковина, и направляющая, чтобы она летела. Итак, берём, значит, вот так вот делаем, и, видите, нам нужно поджать, чтобы он зацепился. И теперь готово дело, и мы стреляем. Ракета выстрелила шумно, но, как мне кажется, не очень мощно. Давайте проверим на... Выстрелив, попытаемся выстрелить до потолка. Оба подсвечиваем потолок, поднимаем до потолка, и ракетка наша, и... Ну, она прям, конечно, вообще никак летит, вы видели, это круто выглядит, но дальность полёта вообще никакая. Сейчас я прям следом, следующую запулю. Давайте так, вот, ну, посмотрите, потолок тур, знаете, есть рум-тур, а есть потолок, 3 метра, просто он высокий. И... Ну, вы видите, на излёте она, то есть, на улице пускать её вообще такое... Ну, чисто... Она собьёт зато большой отряд солдатиков, если вот так вот представить, что можно её как-то использовать. Она собьёт большой отряд всякой техники, солдатиков, просто був-вув, раскидает всех. Ну, и выглядит прикольно. Пистолета-ракета. Ракета с пистолета. И что же ещё последнее осталось, друзья мои? Вот эта вещь, это ещё один помповое ружьё. Оно стоило тоже 200 рублей, но есть много но в этом наборе. Во-первых, здесь почему-то на два мячика больше, насколько я помню. И, во-вторых, оно по-другому выглядит. Может быть, это апгрейд ружья по-настоящему? А ещё оно висело почему-то на кассе, а не на прилавке. Я его заметил в последнюю минуту. Здесь всё то же самое. То есть, тоже мы вставь от тени выстрели. Но, ладно. Давайте посмотрим на мячики. Они такие же, точно такие же мячики. Просто их больше. И как бы надольше хватит их. Но они такие прям мягенькие, пушистенькие мячики. И вот сама пушка. Она похожа на какой-то космический... Если это больше похоже на какую-то, ну, действительно, базуку, то это какая-то космическая пушка. Вот. Какой-то ракетница космическая. Ну, более такая, конечно, детская. Хотя, ну, камон. Вакуумная вот эта вещица. Куда как более детская вот эта тоже. Так, давайте затестим. Вставляем шарик. Просто посмотрим. Может быть, она как-то круче ещё стреляет. О, мне чуть в глаз не попало. Давай... А давайте вот тоже в потолок выстрелим я. Ну-ка. И... Или хотя бы... Хотя бы попробую вот в стеночку. Итак, вставляю. А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Не получится в потолок. Потому что в потолок она не стреляет. Она... Знаете, почему не стреляет в потолок? Не хватает мощи этому шарику выстрелить. Зато... Ну, такому же принципу работает. Довольно мощно бьёт. Намного мощнее. Так что, в целом, за 200 рублей норм такая развлекуха с этими мячиками. Я бы лучше рекомендовал, где мячиков побольше. Потому что пластик... Ну, тут точно тоже дешёвенький пластик. Но выглядит поприкольней. Как какие-то космические пушки. Как мне кажется, это поинтереснее просто. Чисто дизайн сам. Такой... Такой футуристичный. Чух-чух-чух-чух. Здесь типа... Бам. Бам. Вот такие истории. Такие истории в фикс-прайсе. Друзья мои, благодаря вашим лайкам, спасибо за поддержку. Выходят видосы. Благодаря видосам выходят ваши лайки. Вот это вот всё, когда так работает. Мы сегодня посмотрели на базуку, на ракетницу и на вот это вот убожество. Который, возможно, и работает. Но, как вы видите, ну, раз у меня не заработало, значит, у кого-то ещё. Ракетница слабенькая, но типа здоровая. Пушка. Надо брать, который больше просто шариков. Их отдельно я не видел, чтобы продавали именно в фикс-прайсе. Если в каком-то другом магазине. Может быть. Напишите, как вам. Какая вам пушка больше всего понравилась. Из фикс-прайса. Или не понравилась. Или что случилось. Вообще, вот, давайте для сравнения поставим вот тут вот. Вот эту вот штуковину. Эту фигню. Вот. И вы напишите мне, какая вам больше всего понравилась. Какая не понравилась. Какая. Какие ещё. И благодаря вашим пальцем вверх, естественно, выходят новые видосы. Подписывайтесь на канал. Делайте красную кнопочку. Из серой кнопочки. А, нет. Чёрт. Стоп. Нет. Делайте наоборот. Вы поняли. Из серой кнопочки. А. Из красной в серую. Правильно. Из красной в серую кнопочку. Я забытался с этими вашими ютюбами тут всякими историями. И ждите новых видосов. Загодите во вкладку видео. Пропустили кучу всего. Пишите комментарии. Всё, поняли. В конце очень важная информация была. Как миллион долларов получить. Пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...